видео у нас было про китайские крючки он рома чай там мешает а вот александр сам наделал также у меня насмотрелся вот это вот самоделок и себе надел александр рассказывай что к чему почему что за крючки откуда из чего-то и делал короткие типа китового хвоста диаметр какой диаметр восьмерка это все на 8 миллиметров с волковского торсиона за не каленые остались так ну по размерам что будем будем как бы окончание сделал такое чтобы ширину и он не расклепаешь как бы поэтому двойной загиб сделал вот она ширина получается четверка четверка а длина длина его до ручки получается 16 с половиной сантиметров ручка она такая же остается от арсиона тут уже ничего прекрасно хорошо следующие эти как бы рычаги левый правый я подержу а ты мире вот она длина получается у нас 18 до ручки здесь у нас три с половиной вот и все и вот он так нам на конус сделан плоский да вот покажем что снизу он у нас плоский заточенный вот а сверху он у нас вот такой и их 21 левый другой правый один серый другой белый вот теперь вот такие вот такой крючок вот с таким вот окончанием расскажи про свое окончание саш что как бы кризовый крючок кризовый на себя вытягивать либо сверлить там дверь или что вы там делаете плоский здесь ну как бы острый конец и полукруг сходит нами для как бы к плоскости он так вот параллельно чтобы на себя выдавливать хорошо он у нас еще добавлю что с двумя загибами давай до первого загиба меряем отсюда сколько у нас так это у нас 59 59 вот это расстояние у нас 10 и вот это расстояние у нас где-то 7 где-то 7 так следующий крючочек у нас это классика обычная конец шаровидный с ними на такой вот как шарик заточенный значит а длина у него до первого либо 64 так вот это расстояние у нас 9 и даже нет 8 получать и здесь наверное здесь шестерка шестерка вот еще один крючочек у нас а дорогой реальный крючок как как вот с калитки но он как бы сделан уже как бы с калитки но калитку он не закрывает и не открывает не закрывает его как бы две области работы это кончик вот этот основной выдавливает чистка и плюс вот его сторона также выводить что-то крупно то есть получается это крючок два в одном сначала ты работаешь на грубую большей плоскостью а потом остреньким ты выводишь уже как бы более тонкая работа еще на скручивание это получается тот также в полость если что-то там плоская вводишь и как бы если большой там хлопун или что-то такое вот этим же полукром как бы вот так вот выводишь этот опирается ну сюда можно надеть что-то чтобы она как бы не портила внутреннюю сторону вот ребята вот три в одном а с виду обычный крючок которым туалеты или амбары закрывают а на самом деле вот отлично теперь мы покажем его длину сколько он длиной до отсюда у него шестьдесят четыре с половиной вот этот вылет сколько у нас вылет у нас восемь с половиной ну и тут грубо говоря вот я палец приклад общей плоскости ну где-то два с половиной сантиметра вот такой крючок окончание у него такое более менее остренькая то есть вот крючочек у него три рабочих зоны три в одном вот такой набор дядя спасибо тебе что ты поделился с ребятами так что ребят дерзайте вот все у вас получится было бы желание вот снимаем делимся мы с ребятами у нас тут небольшой коллективчик такой дружный подобрался вот и пожалуйста кому что интересно пишите вот снимайте свои так сказать изделия неважно каким крючком вы работаете фирменным нефирменным главное уметь им работать я еще раз повторюсь у меня есть видео где я просто вот меня достали умники а вакуум у вас есть а вакуума нету или магнитами вы делаете все это чушь никакого вакуума никаких магнитов нету еще раз вам скажу вот вот эта работа она как бы первое и важно я считаю конечно это свет ну я работаю в таком свете в днепроденте вот а второе это усидчивость старания то есть еще раз повторюсь мастерами профессионалами чемпионами не рождается ими становятся вот и уже с ребятами я убеждался в этом не раз когда видели мы дипломированных таких специалистов коту у которых есть фирменный инструмент очень дорогой они такие вещи творят просто уму непостижимо вот но зато у них есть диплом об окончании прочее то есть эта работа и и надо любить и надо учиться этому постоянно вот стараться сделать аккуратно а если вы хотите просто так поехать грубо говоря отсидеть курсы купить фирменный инструмент и потом зарабатывать этим деньги немереные у вас ничего не получится почему потому что тут надо долго и нудно стараться трудиться и шлифовать свои умения вот а так а бы как поехать условно в переходе купить диплом купить инструмент и бабло потечет такого не будет тут надо стараться стараться еще раз стараться и постоянно тренироваться а уже каким инструментом вы работаете неважно вот лично мне например больше нравится делать самому инструмент для себя во первых потому что мы не в москве работаем и у нас тут люди не так прониклись и не такие богатые вот в основном скажем жадные живут которые считают что 30 рублей за вмятину это вполне достаточная цена вот а 40 или 50 это прям уже наглость вот такие приезжают артисты и юмористы а с другими людьми разговариваешь а у нас по 500 по 600 рублей за вмятину берут вот и пойди с ними поспорь ладно это уже отдельная тема вот еще один так сказать небольшой тест был инструмента вот показали рассказали кому-то понравилось кому-то не понравилось такое тоже бывает это нормально все всем спасибо александру спасибо